В 50-й раз город космонавтов распахнул свои двери для бегунов со всей страны. В воскресенье в Звездном городке состоялся Гагаринский забег, на который съехались участники не только со всей Московской области, но и с разных уголков России. С Волгограда, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Рязани и многих других. По традиции первыми соревновались самые юные участники – ученики школ городского округа Щелково, Звездного городка, Лосина-Петровского и других. Их дистанция носила название «Космическая верста». Сегодня замечательный день, хорошая погода, отличное настроение у нас. Мы участвуем в Гагаринском забеге, он сегодня юбилейный, 50-й. Погода способствует хорошему нашему настроению. Мы довольны, что приехали в Звездный городок и принимаем участие в данном масштабном мероприятии. На старт! Внимание! Забег – это не просто спортивное мероприятие. Он дает уникальную возможность побывать в закрытом городе, где живут и тренируются космонавты, а также проверить свои силы. Вижу, как растянули финишный лето, что это значит, что первые герои, первые чемпионы на дистанции есть 5 километров у нас есть. Помимо того, что мы сейчас бежим в Гагаринский забег, мы хотим показать, что мы сильные и спортивные. Мы еще юноармейцы, и для нас это очень прям классно. Поприветствовать участников и открыть соревнования прибыли руководители администрации Звездного городка Евгений Боришевский, главный организатор первых Гагаринских забегов Владимир Сикорский, а также герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Залетин и заместитель главы городского округа Щелково Юрий Родионов. Я с большим удовольствием уже 25-й раз в своей жизни приветствую всех участников Гагаринского забега и 20-й раз участников забега на космическую версту. Хочу всех вас поздравить с 85-летним со дня рождения Юрия Гагарина. Он всех нас позвал в космос, он всех нас позвал заниматься физической подготовкой, спортом. Хочешь быть сильным, выходи на Гагаринскую версту. Хочешь быть красивым, занимайся бегом. Ну а хочешь полететь в космос, занимайся бегом. Кажется, что пробежать такую дистанцию достаточно просто, но чтобы занять призовое место, нужно иметь здоровье, как у космонавта. Преодолеть 5, 10 и 21 километр – задача не из легких, но порядка 1400 бегунов Гагаринского забега были к этому готовы. Самые быстрые участники нашли свои медали, кубки и подарки. Отдельно соревновались школьники. Спортсмены космической версты заняли пьедестал в двух возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Так как ребят было много, пробегов состоялось несколько, и в каждом был свой лидер. Я занимаюсь футболом профессионально, поэтому подготовка у меня уже была. Забег на самом деле, я думала, что не будет легко, так и было. И очень рада, что пробежала первая. Заветное золото взяли 10 спортсменов. Шесть из них за гагаринский забег, а четыре – за версту. Всего с золотом, серебром и бронзой наградили 30 человек. Кроме того, каждый участник забега получил памятную медаль на финише. Екатерина Сусенко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».